Итак, здравствуйте наши дорогие телезрители, наши коллеги, офицеры, братья, сёстры и, конечно же, враги, которые мечтают поработить нас и уничтожить как туземцев, папуасов и индейцев. Значит, сегодня у нас очень горячая тема, это обращение Народного Совета Новосибирска, это горячая тема комендатуры, многие военные хотят восстановить советский правопорядок, поэтому сегодня такой у нас один главный вопрос, который вы задавали. Ну, начну с того, что, во-первых, поздравлю сегодня с Днём Офицеров, с Днём Офицеров, это значит защитник Отечества, это офицер, это военнообязанный, это защитник, спаситель, который дал присягу Советскому Союзу и должен исполнить её. Вот сегодня я даю информацию вам, как юрист, о вашей вот лебединой песне, о которой пришло время поставить другу и товарищу плечо. Поэтому о месте и роли советского офицера сегодня, как быть, что делать, как организовать комендатуру и вернуть советский правопорядок. Значит, вы меня простите за мой идиш, поэтому, первое, организация комендатур, вы все знаете, что существует у нас режимы военного положения, режимы всевозможных особых условий. Поэтому, с момента, когда наш, точнее, их агент предал нас, отрёкся от должности главнокомандующего, продал и передал всё имущество и народ под управление Елизавете II и Папы Римского, Все военнообязанные и те, кто присягал в СССР, должны собраться на любой территории, где проживают военнообязанные. На собрании следует обсудить ситуацию в стране, выработать общее мнение и наметить план действий. Естественно, составить протокол собрания, для этого выбрать председателя и секретаря, избрать коменданта, его заместителей, по деятельности внутренней безопасности и внешней безопасности, то есть по задачам спецкомендатуры, по задачам комендатуры, сформировать группировку сил и средств, все военнообязанные должны в режиме военного положения явиться в военную форму, с личным охотничьим оружием, встать на учёт, получить пропуска и спецпропуска. И сдавать приказы. С момента избрания пошёл приказ, как положено, по мобилизационным планам. Все сотрудники органов внутренних дел знают, что они являются заместителем по наведению внутренней безопасности и правопорядка. Военнообязанные знают, что они должны осуществить организацию обороны и охраны, для того, чтобы вернуть ту территорию и нашу всю страну на тот режим жизнедеятельности, который возможен для дальнейшего проживания и благополучия. Поэтому все действия проводятся в рамках режима военного времени. Соответственно, законодательное право, которое регулирует эти правоотношения, должно лечь в основу всех решений, создаваемых структур при комендатуре. Если законодательной базы нет, все остальные действия необходимо расценивать и рассматривать, как эстремистские и террористические. То есть бандитские, пиратские и фашистские. Без отпоры на Конституцию невозможно создать что-либо в нашей стране. Что необходимо знать всем офицерам? Идет время без власти. С момента закрытия РФ, РФ входило в структуры иностранного управления. Подчинение находилось под протекторатом. На временно оккупированной территории СССР. РФ, значит, территория РФ находилась именно под протекторатом бритов. Бритов, жидов этих каббалистов, понимаешь, и талмудистов, и папы римского. Ведь правят не англичане в Англии, к примеру, да, а бриты. Это вот иудейская прослойка, сила, так, то есть сила Ватикана. А Ватикан правит миром от сатаны, как ЦК КПСС правило в СССР. Ватикан раскинул идеологию своих бесов по всему миру через аферты, трасты, через банковские структуры, которые используют единую схему порабощения стран, народов, через механизмы добровольного согласия передачи прав каждого жителя планеты, в том числе и в России, их сатанинским структурам. В их представлении вы являетесь недееспособным. Представление этих шизиков и бесов. Физическими или юридическими лицами, бумажками. То есть нуждающимися в опеке. Пример, пожалуйста, пункт 18, паспорт РФ. Где формы правоотношений через требования дать добровольное согласие. И не выдают паспорта, пока не подпишешь пункт 18. Как подложили-то все хитро. Кто ваш враг, господа офицеры? Ну не господа, а товарищи офицеры. Запомните, они все в личине миротворцев. Спасителей, учителей, врачей. Но это личина, за которыми кроется работа абсолютно бесчувственного тела со змеиными повадками. Это гиены, шакалы, змей. Вы посмотрите на наших руководителей. Даже слеза не дрогнет. На вранье. На то, что мы рекомендовали. Мы им рекомендовали. Люди жалуются тысячами. Верховный суд выносит решение, что это рекомендации. Не имеет права штрафовать. Нет, штрафуют, наказывают. Волокут, как животных. Первое, что надо знать. Ими заполнены все руководящие кресла силовых, административных и муниципальных органов власти. Они же возглавляют медицину, образование, учреждение, производство и реализация продовольственных и потребительских товаров. Вы все это знаете, что такое гомогенное. Нас отучили колхозников выращивать свое. Не принимают. В 10 раз дороже. Гомогенные, выращенные, нас скармливают. Под все виды одежды, понимаешь, чипы. Вот смотрите, любую одежду, пришедшую из Запада, вы найдете чип. Я уже не говорю про паспорта, где у нас чипы за фотографиями. Посмотрите на солнце, переверните паспорта. Все отравлено и все, многие все отравлены. И, значит, тот же Кагоцелл, Орбидол, который нам привезла Голикова. Кто с нее спросил? Кто ее возбудил? К ответу. Никто даже не попросил. С чем вам, офицеры, придется столкнуться? Надо знать, помнить, у нас с вами нет выбора. Или их программы воплощаются в жизнь, или мы их со своими планами на нашу жизнь. При любых действиях мы должны быть готовы применить силу. У вас будет группировка сил и средств. И только группировка сил и средств имеет право носить оружие. Только в режиме военного положения офицеры имеют право оружие носить и применять. Поэтому все остальные частные компании, компашки, ФССР, полиция и другие, представляющие частные охранные структуры, немедленно должны сдать оружие, как положено в комбинатуре на хранение. Если он добровольно. Нам всем надо учитывать, что они среди нас, но они не люди. В них нет духа и нет души. А это те качества, которые сделают мужчину воином, защитником, спасителем. Они могут быть и среди ваших рядов. Они шифруются, но есть старый казачий способ. Любого сомневающегося мужчину, которому вы видите что-то, ничего, надо проверить на лампочку и леча. Это вот народный совет мы вам посылаем. Просто и будет ясно, откуда он, кем он отгрызан, кем он и так далее. В чем сила воина? Воин в любой ситуации знает, что одержит победу. Поэтому ответственно относится к товарищу по оружию и готов, если надо прикрыть своей грудью ослабленного друга. Смотрите ролик, пример. И один в поле воин. Как в Белоруссии, в Европе Великой Отечественной войне, артиллерист Сиротин противостоял танковой бригаде, где офицеры вермахта написали, мы думали, что здесь стоит артиллерийская часть. А был всего один воин. Не буду останавливаться. У тварных существ, роботов, таких качеств не было и не будет. Нет, поэтому надо быть свободными в выборе действий. Помните, мы действуем как защитники Отечества, заступники народа. Поэтому все средства государства СССР можем использовать в своих действиях. Совместными усилиями, с местными органами народных советов мы в едином борыбе способны восстановить советский правопорядок и вернуть нашу державу под управление народа. Поэтому все офицеры знают цену, честь имею. Поэтому я привожу вам пример ролик, недавно выпущенный Советом Новосибирска. В администрацию президента, Государственную Думу, правительство, так называемые Конституционные Верховные Суды, Центральную Избирательную Комиссию, ВООН, ГААГУ, МВФ, Европейский Совет по правам человека, правительство и руководство всех стран оккупационной власти, фиктивного права Российской Федерации России. Обращение Народного Совета Новосибирска, к которому присоединились все субъекты сегодняшнего РСФСР. Требование воли изъявления советского народа. Мы требуем ответить на наши вопросы и представить в течение трех суток нам следующие документы. Время мало. С 3 сентября начнется их шабаш, и все эти комбрадорщики, эти карбонарии, присоединившиеся к ним, будут решать нашу судьбу, как мы дальше, после того, как примут жертву, это рыжую какую-то корову там, машеаха пришедшего ждут, и вот они будут решать нашу судьбу, вот эти инфекционные больницы, которые те же самые концлагеря, вспомните Дахау и так далее прочее. Первое. В юрисдикции и интересах какого государства вы действуете на территории СРСРСР? Обращение. Второй пункт. На каком основании вы проводите выборы в оккупационные структуры фиктивного субъекта права Российской Федерации? Россия сегодня называется. Третье. Говорят они. Мы требуем представить документы об образовании субъектов права Российской Федерации или России от имени которых вы действуете на нашей земле. Ответить на вопросы. А именно. Что вы имеете ввиду под РСФСР? Вы имеете ввиду Российскую и Советскую Федеративную Социалистическую Республику, которую Ельцин в его письме в ООН просил назвать так короткой рефи. Вы имеете ввиду РСФСР? Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Долговой трасс, навязанный нам сионистским предателем и агентом Троцким. Бронштейном этим. Вы имеете ввиду торговую корпорацию РФ, созданную исключительно для разграбления геноцида советских людей, оприходования мировым правительством. Вы имеете ввиду, что в СССР, якобы созданное новое государство вместо СССР, может быть еще какой-либо фиктивный субъект права, неизвестный нам. На каком основании отлили и используют все народное, все вот это вот народное, которое они хабнули и распродали. Четвертый пункт. Представьте документы о распаде СССР, о прекращении действия СССР, договора его участниками, подписанные лицами, имеющими на это законную власть от всего советского народа. Пятое. Представьте документы об образовании СССР и СССР. Советских республик. Вот эта аббревиатура и терминология врага. Понимаете? Как они все прикрываются, а народ думает, что это тот СССР. Так какой СССР? Сколько субъектов права было создано и скрыто под аббревиатурой СССР с 1922 года по настоящее время? Шестой пункт. Мы требуем от вас представить полный список членов вашей преступной группы и указать их должность и гражданство. Мы также требуем объяснить, как они получили свое гражданство. Поскольку вы даете неадекватные ответы на наши многочисленные запросы и требования, мы заключаем, что вы недееспособные лица, которые вообще не знают русской письменной речи или человеческой речи, нашей образности. А также у вас нет абсолютно никаких других человеческих качеств, присущих разумным людям, потому что вы не проявляете ни одного из них, ни сострадания, ни справедливости, ни различия добра и зла. Мы направим запросы во все международные организации с просьбой найти ваших опекунов, которые должны нести юридическую и моральную, и финансовую ответственность за ваше неадекватное поведение и действие, причинившие непоправимый вред советскому народу, русскому народу, российскому народу. Мы начинаем процесс оформления опеки над вами, советским народом, державным, русским народом, обновленным СССР. Все наши права и свободы защищены и гарантированы в полном объеме, и по результатам референдума 17 марта 1991 года, по этому последнему законному волеизлиянию советского народа на нашей родной земле. Именно по этому последнему законному волеизлиянию. Значит, уведомляю всех здравомыслящих людей и народов планеты Земля. Наша планета оккупирована бесчеловечным и безумным трасснациональным капиталом сионистских сатанистов. Под защитой сатанистов ордены юзуитов Ватикана, которые завершают уничтожение жизни в нашем общем вселенском космическом пристанище. Именно с момента прихода во власть Горбачева под опекой Примакова и иезуита, значит, иудейского царя в СССР, и включен механизм захвата нашей страны и государства сионистскими силами. Все народы мира должны объединиться сейчас и изгнать свои коррумпированные бесчеловечные правительства, которые вступили в сговор с сионистскими трасснациональными компаниями. На протяжении 45 лет это уже движется, именно с того момента, как я сказал. Деятельность ООН, где ООН действовала без своего главного создателя и главного бенефициара мировой финансовой системы, то есть без советского народа, без союза советских социалистических республик. В то же время нормальная жизнь СССР была нарушена введением извне схем финансово-правовой оккупации, глобальным обманом советского народа и народа через средства массовой информации. Это стало возможным благодаря большому количеству соучастников мошенничества в стране, которые сговорились с мировым капиталом в ограблении и геноциде советского народа, путем проведения мошеннических банковских операций с использованием кодов валют 810-643, печати фальшивых денег без кода, называемых билетами Банка России, путем массового подделывания и уничтожения советских документов, путем незаконного изъятия таких документов, как паспортов, свидетельства рождения, документов на землю, недвижимость, связь, все банковские документы и так далее. Все активы советских социалистических республик выводятся чиновниками ООН, израильским кагалам, так как народных представителей в ООН нет. Как вот народных представителей в ООН действительно нет, ни одного. Нет ни из одной страны мира. Все чиновники в ООН, почему-то иудеи, сатанисты, единый клубок мировой реакции, к слову сказать, исполнители на местах по всем странам, напоминают и действуют, как стаи гиены шакалов. Все государства мира превращены в торговые компании, поэтому в торговом компании не существует судов, нет правосудия, как система сохранения гражданских прав, а судьи носят мантии, как магические символы, с помощью которых живой носитель души, богоносец человек, переводится в разряд жертв. На этом основании хочу заострить ваш взгляд. Торговые компании сами по себе не представляют никакую правовую форму, форму, так как ее цель извлекать прибыль любой ценой. А если сианисты, вон, перевели все государства в торговые компании, то о каких нормах права может идти речь? Где правда, если торговые компании, это пиратские судна по их правилам? На судах, это римское право, на судах только один хозяин, капитан, в его власти жизнь и имущество всех пассажиров корабля. А сам капитан подотчетен только тому, кто зафрактовал судно. И эти именно лица, не человек и не гражданин, правят сегодня на планете, а капитанами судов планеты Земля присутствуют их гаранты Конституции. Поэтому я обращаюсь к народам планеты. Для создания гражданских судов объединяйтесь, вступайтесь в союзы общины, составляйте свои протоколы и полноправные представители своих общин и союзов формируют именно те гражданские суды, военные трибуналы, входят в состав международных судов и трибуналов. Все международные суды и трибуналы могут проходить только на территории СССР, так как именно в СССР существует власть народа, и мы, страна, которая имеет право на это действие. Именно советским народом является это достижение. Мы призываем все народы мира во имя спасения жизни на нашей планете, во имя мира и благополучия всего человечества, поддержать инициативу и волю советского народа, оказать всестороннюю помощь и поддержку. Советский народ, вступивший в право наследования и полного господства, властью, владычество над державой, обновленный СССР в области естественного права, в режиме прямой власти народа. И место, и роль офицерства в комендатурах, выполнение этой воли народа, того, которое было проголосовано именно в 1991 году. Поэтому, офицеры, еще раз призываю, вы, именно вы и только вы, можете сегодня осуществить день офицерства. Сегодня начинать с дня офицера. Проснитесь и исполните волю законодательства Советского Союза. Восстановите комендатуры, восстановите народную власть. Все в ваших руках. Наши не придут. Наши это мы. Я вот зачитал обращение, высказал с точки зрения юриста законодательного права и скажу, что это по законам как Советского Союза, даже той же РФ, где декларирована власть народа и в остальных документах. И в рамках международного права. Успехов вам, дорогие офицеры. Еще раз с праздником, с Днем офицеров. Офицеры это честь. Жизнь народни честь никому, так говорил Щелоков. Удачи вам. Продолжение следует...